Как правило, причина нападений со стороны змеи кроется в их незнании и в неправильном распознавании. Ужей часто путают с гадюкой. Ужи являются существами не ядовитыми, но есть исключения, о чем речь пойдет дальше. У ужей более коренастые тела и отметка в виде буквы В или Х на голове. Ужей также можно определить по их круглым глазам, в отличие от вертикальных зрачков гадюк. Это, пожалуй, самое главное отличие, поскольку к остальным нужно хорошо присмотреться, и всегда будете сомневаться, кто перед вами. Иногда уже обыкновенного путают с медяницей, которая является безногой ящерицей и не является змеей вообще. Медяница – это животное небольшого размера со стеклянно-серой или коричневой внешней окраской. Также водяного ужа часто принимают за гадюку, поскольку у него отсутствует характерный желтый воротник на голове, хотя остался характерный темный вось лет, и таких змей часто убивает домовладельцев, поскольку не хотят иметь по соседству якобы ядовитую змею. Водяной уж, так же как и обыкновенный уж, не ядовит, но чтобы его распознать нужно набраться смелости и приглядеться к нему. У него хорошо просматривается шашечная окраска, из-за этого ее называют шахматной гадюкой или просто змеей. У него шашечная окраска из светлых и более темных тонов оливкового цвета и круглые зрачки. Также таких уже опасаются из-за незнания, поскольку считают, что это гибрид гадюки и ужа, что невозможно, поскольку эти змеи относятся к разным семействам, уж относятся к ужеобразным, а гадюка – гадюковым. Также стоит помнить, что у гадюки шашечный окрас сливается в единую зигзагообразную линию на спине, а у водяного ужа такого нет, все шашечки не слиты, разделены. Но, как уже и озвучил ранее, если вы сомневаетесь, что перед вами уж, смотрите на глаза – круглые зрачки вам скажут, что перед вами однозначно уж. Есть еще один интересный и очень красивый уж – тигровый уж. Это ядовитый уж, как и бумсланг. В 1957 году из-за укуса бумсланга умер герпетолог Карл Шмидт. И винный змеи также есть подтвержденный случай убийства людей их ядом. Возможно, также есть и другие ядовитые ужи. Эта змея обитает только на Дальнем Востоке России, Японии, Корее и небольшой части Восточного Китая. Он также известен тем, что при угрозе становится в позу как кобра, пытается даже раздуть свой капюшон и атакует. У него есть две защиты от хищников – нуходорзальные железы, идущие от затылочной части головы, из которых, если хищник укусит за голову, выделяется едкой жидкость, похожа на ту, что есть у ядовитых жаб, и ядовитые задние зубы, из которых при укусе в рану поступает яд. Также его слюна ядовита, но не настолько сильна, как яд в задних зубах. Именно укус, совершенный задними зубами, а не передними, представляет наибольшую капюшон, что приводит к появлению геморрагических симптомов. Было проведено исследование, в котором было изучено 9 случаев укуса тигрового лжа в Японии, и подробно описано действие яда. Когда уж чувствует, что его жизнь угрожает капюшон, или он загнан в угол, он, как правило, не кусается. Тем не менее, хужи обладают несколькими механизмами защиты. Во-первых, они могут выделять абсолютный зловонный мускус и желтую жидкость из своей плахи. Во-вторых, они могут также энергично прыскать фекалии. Если это не останавливает злоумышленников, они иногда могут симулировать смерть, полностью расслабляя все свои мышцы. Как правило, в результате любого змеиного вкуса идет кровь, потому что зубы у змей очень острые, но также, как правило, это не приводит к заражению, хотя любая рана может к этому привести, особенно если у вас ослаблен иммунитет или вы юного или пожилого возраста. Промойте рану с мылом и следите за ней, обратитесь в врачу, если появятся какие-либо признаки инфекции, но укусы небольших безвредных змей, как правило, заживают очень быстро. Лжи технически не ядовиты, но они выделяют протояд, как и североамериканские подвязочные змеи и водяные лжи. Но этот яд настолько слаб, что единственная реакция, которую он может вызвать у человека – это небольшое покраснение и отек, и это происходит тогда, когда змея действительно кусает человека в течение некоторого времени и в рану попадает много слюны. Эта реакция пройдет сама по себе в течение дня или около того и не требуется дополнительного лечения. Очевидно, что если у кого-то возникают трудности с дыханием или появляется крапивница, следует обратиться за медицинской помощью. Аллергия на яд всегда возможна, но это встречается крайне редко. Ужи абсолютно безвредны для человека и действительно способны укусить лишь в целях самообороны, но тем не менее эти укусы не несут никакой угрозы человеческой жизни, за исключением укусов нескольких ядовитых ужей, как тигрового ужа. На этом все об ужах. Подписывайтесь на канал, если не подписались и до скорой встречи. Всем пока!